Горячий, с куриными потрошками, с солеными огурчиками. Да, это он, рассольник. Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Спонсор сегодняшнего выпуска кулинарный канал Слава Кук. Да, на ютубе очень много кулинарных каналов, но у сегодняшнего спонсора есть неоспоримые преимущества. Он профессиональный повар, работает во Владивостоке, и я думаю, у нас у всех есть, чему у него поучиться. Проходите по ссылке, смотрите и подписывайтесь. В одном из предыдущих выпусков я вам уже рассказывал, что в детстве ненавидел супы, а мама меня постоянно пыталась ими накормить. Однако время шло и лета до 10 назад я с удивлением стал замечать, что мне все чаще и чаще хочется съесть какого-нибудь супчика. Вот так спустя годы мама, привет помоль, все-таки добилась своего. Этим своим выпуском я хочу начать целую серию роликов про так называемые похмельные супы. На Руси супы на кислой основе известны по крайней мере с 15 века, однако сегодняшний получил распространение только в середине 19. Возможно именно поэтому в состав его входит картошка, однако болтать не мешки ворочать. Пройдем на рабочее место и приступим. Итак, сегодня я готовлю рассольник с куриными потрошками, поэтому для начала займусь их обработкой. Обработка заключается для начала в тщательном осмотре этих самых потрошков. Разные производители по-разному относятся к своим непосредственным обязанностям и зачастую очень некачественно их очищают. Что значит очищают? Внутри куриных желудочков, на поверхности как раз этого самого желудка, есть такая желто-зеленая плотная пленка, которую нужно снимать. Так вот, очень часто снимают ее некачественно. Я за кадром предварительно убил, наверное, 20 минут времени, пока счистил все остатки этой самой пленки. Но сейчас надо все это мелко нарезать. В рассольники с куриными потрошками, как правило, добавляют рис, в рассольники с почками перловую крупу. Еще в них добавляют разные коренья, иногда морковь, иногда петрушку, иногда репу, иногда все сразу. Но самым важным ингредиентом в этом супе являются соленые огурцы. Маринованные тут ни в коем случае не подойдут, и соленые-то надо выбирать самые кислые. Дело в том, что маринуют огурцы, добавляя в маринад уксусную кислоту, а свой характерный вкус соленые огурцы приобретают за счет молочной кислоты. И если по вкусу, допустим, не каждый разлечит вот эту разность кислот, то по запаху молочная и уксусная отличаются очень сильно. Аромат готового блюда гораздо важнее его вкуса. Вспомните, когда вы в последний раз мучились с насморком. При заложенном носе даже самая вкусная, самая классная еда кажется абсолютно какой-то безвкусной, нейтральной. Поэтому не пренебрегайте этим моментом и никогда не используйте для рассольника маринованные огурцы вместо соленых. По трошкам варится еще примерно час, так что у меня есть время пойти и заняться монтажом очередного выпуска кулинарной пропаганды. Час прошел, можно продолжать. Да, я не показал. Сразу после закипания с бульона я старательно снял всю пену. Самое время озаботиться кислой основой. Кислоту, как я уже сказал, мы обеспечим квашенными огурцами. Однако тут есть некоторая тонкость. Шкурка огурцов грубовата, поэтому лучше ее снять. Но терять молочную кислоту, которая в ней содержится, совсем не хочется. Поэтому переложу эту шкурку в кастрюлю и проварю минут 10 в бульоне. А вот огурцы долго варить не надо. Развалится в хлам, а это будет совсем не то. Нарежу их сразу вот такими кусочками. И пусть они лежат, дожидаются своего часа. А теперь займусь морковкой и репой. Если у вас нет каких-либо кореньев, не стоит особенно переживать. Рассольник останется рассольником, даже если он будет состоять только из огурцов и картошки. В готовом супе очень важно соблюсти баланс между кислой частью и нейтральной. Вот в качестве такой нейтральной у нас и выступают все эти корешки и рис. Если не кладете морковь и репу, то увеличьте соответственно долю картошки. И все. Отправлю нарезанные корешки в кастрюлю с потрошками. Они варятся чуть дольше, чем картошка. Обратите внимание, что я нарезаю все примерно в одинаковый размер. Картошку, как вы поняли, можно вообще не добавлять, если она вам не нравится. Однако, если уберете ее из состава продуктов, тогда нужно будет увеличить долю моркови, репы или риса. Или все вместе. Я против нее ничего не имею, поэтому и картошка сейчас отправится в кастрюлю. Варить все корешки надо до полуготовности. Время от времени появляются на канале странные комментаторы с вопросами, что значит до полуготовности? Я так понимаю, не ждут конкретных указаний. Мне вот интересно, а если я заморочусь лабораторными измерениями твердости картошки, по шкале Роквелла, например. Хотя нет, картошку нужно, наверное, по шору мерить. Ну так вот, и буду выдавать таким комментаторам рекомендации. Варите картошку до твердости 60А по шору. Это их удовлетворит? Я так думаю, что такие вот комментаторы даже не понимают, какой они конкретно хотят получить ответ, когда спрашивают. Допустим, такой вот въедливый математик считает, что достаточно знать точное время, которое необходимо для варки картошки. Разочарую. Точное время варки зависит в том числе от размера кусочков, от сорта картошки, от температуры варки в конце концов. Как там картошка? Да, можно считать ее полуготовой. А температура кипения, например, зависит от высоты над уровнем моря. Если быть до конца точным, то от давления. Вот представьте себе, что я сообщу, картошку необходимо нарезать кубиками со стороной грани 8,5 мм. Варить в течение 7 минут 15 секунд при температуре 95-96 градусов. Ну ведь бред. Отправлю сюда лавровый лист и несколько горошин черного перца. Пока картошка и рис довариваются, займусь заправкой. Парочку зубчиков чеснока надо слегка порубить и растереть солью. Рублю я только для того, чтобы растирать легче было. И масло сливочное надо добавить. Вот так. Другое дело. Переливаю бульон, вываренный из огуречных шкурок. И кладу огурцы. Огурцам надо провариться буквально 5 минут. Не надо их переваривать. Сейчас прогреются. Весь бульон станет равномерно кисленьким. И можно добавлять заправку. Я вообще очень люблю похмельные супы. Рассольники. Щи из квашеной капусты. Солянки. А хаш? Сказка! Конечно, хаш совсем с другой оперы. Кислоты в нем совсем нет. Но по результату воздействия на организм, это вполне себе похмельный суп. Все готово. Закладываю заправку. Сейчас пару минут прогреется, пока я зелень рублю. И можно садиться за стол. В качестве зелени сегодня у меня выступает петрушка. Конечно, сюда отлично подошел бы и укроп. Но его у нас днем с огнем не найдешь. Я пытался вырастить. Но что-то не получается. Видимо, слишком жарко у нас. Какая красота! Рассольники, как и почти все похмельные супы, забеляют сметаной. В традициях русской кухни. А запахи... Пробую. Сначала бульончик. Кисленький. Насыщенный. Ароматы кореньев. Что у нас там дальше? Дальше. Отличный баланс между кислотой бульона и нейтральным вкусом кореньев. И чего я дурак такой в детстве супы не ел? Это супер блюдо. Но не надо пройтись, конечно же, по куриным желудочкам. Когда в одной ложке встречаются и огурчики соленые, кисленькие такие, и мяско, и корешки, и бульон, это прекрасно. Смело готовьте и радуйте себя, друзей и близких. А я на этом прощаюсь с вами. Понравилось? Не поленитесь поставить палец вверх. Давайте, давайте, жмите. Поделитесь этим видео с друзьями, угостите их таким рассольником, чаще с ними встречайтесь. Спасибо за компанию. Всем пока.